71 новый случай заражения коронавирусом в регионе за минувшие сутки. Всего в Белгородской области на сегодня COVID-19. Инфицированы 1499 человек. Наибольшее число зараженных в Белгороде – 309. Затем идет Старый Оскол – 197 больных. И Валуйский городской округ – 163 положительных теста. В больницах области от коронавирусной инфекции лечится 317 пациентов. На аппаратах ИВЛ из них 8. В ИВЛ выздоровели 446 жителей региона. Полторы тысячи – изолированы по контакту с заболевшими. По официальным данным – 13 смертельных случаев. Однако в патологоанатомических заключениях COVID не всегда стоит основным диагнозом. О ведении статистики летальных случаев коронавируса в сайт города Белгорода поговорил замначальника Департамента здравоохранения Людмилой Крыловой. По словам чиновницы, бывают такие ситуации, когда человек COVID-инфицированный умирает не от коронавируса, а от сопутствующих заболеваний. Есть государственная статистика и подходы к формированию заключительных патологоанатомических диагнозов. У нас люди умирают или от коронавируса, ассоциированной пневмонии, которые попадают в официальную статистику COVID, и люди, которые имеют в анамнезе болезни системы кровообращения и были инфицированы. Были случаи, когда умирали онкологические пациенты, находящиеся в терминальной стадии. Они ушли из жизни по причине именно онкопатологии, а COVID был сопутствующим диагнозом, отметила Людмила Крылова. Медики подчеркивают, что вирус поражает больше всего людей, у которых имеются хронические сердечно-сосудистые расстройства. Таких пациентов мы кладем в COVID-госпитале и лечим. Первым диагнозом идет COVID-инфекция, но если человек уходит из жизни по причине обострения своего хронического заболевания, то в причине смерти оно становится основным диагнозом, а COVID-вторым, добавила представитель Депздрава. За последние сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось еще у семерых староскольцев. Всего на данный момент в округе зарегистрировано 197 случаев. Число выздоровевших увеличилось до 82.